Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов и сайт Фокуса от моряка. В этом видео мы будем с вами разбирать очередной обзор, очередной, не побоюсь этого слова, роскошнейшей колодой. Она просто обалденная колода. В июне месяце лучшим комментатором стал пользователь Fanny Kiwi, и он выиграл эту колоду. И любезно дал свое согласие на то, чтобы я снял на нее обзор, за что ему отдельное спасибо. Эта колода называется The Blue Crown Deck в синем исполнении. Итак, сейчас мы перейдем и посмотрим, что это такое. Окей, друзья, давайте рассмотрим колоду, которая называется The Blue Crown Deck. Итак, что такое Blue Crown? Во-первых, Blue Crown это очень молодой бренд. Он очень молодой, но уже достойно конкурирует с такими брендами, как Theory 11, Illusionist, Bicycle и так далее. Почему? Сейчас узнаете. Итак, для начала давайте посмотрим на лицевую сторону нашей коробки. Это лицевая коробочка выполнена в темных тонах, преобладает черный и темно-синий цвета, и добавлены, конечно же, узоры из белого. Надпись Crown Deck Plank Cards, то есть корона, игральные карты, да? Колода корона. Должен заметить одну прикольную фишку. Здесь такие надписи, они такие выпуклые. То есть они легко вот так вот пальцами, если провести, то они такие вот, эта выпуклость так легко прочувствуется. То же самое здесь и на короне. Масти. Обратите внимание, здесь нарисована корона и здесь масти. Там пики, черви, буби, да? Они также выпуклые и хорошо продавливаются. Здесь дальше, как обычно, на колодах изображение пиковой масти, которая присутствует на пиковом тузе. Она также здесь продавливается. Так вот, если мы посмотрим, вот эти вот круги, они вдавлены, то есть они также легко прощупываются. Вот такая вот лицевая сторона у нашей коробочки. Так, сбоку у нас написано The Blue Crown, голубая, да? Или синяя. И далее United States Plain Card Company. Ну, это те, кто печатал эту коробку, конечно же, не коробку, а колоду, да? Конечно же, куда без них. Без этих гигантов своего дела. Ну и снизу написано, где произведено, кем, адресок и эмблема вот этой вот самой The Blue Crown. Такая корона с мастями. То есть, как мы помним, у Teori 11 своя эмблема, у Иллюзиониста своя эмблема, у Blue Crown вот эта вот своя эмблема, корона. И на обратной стороне изображено то, что у нас находится на рубашке. То есть, вот этот вот рисуночек украшает рубашку карт. Ну, о рубашках мы отдельно поговорим. Да, кстати, хочу заметить, что когда создавали рубашки и думали, какие рубашки взять, то вот вдохновение на эти рубашки пришло от дизайна, от эскиза рубашек, которые сначала должны были быть на картах Тали Хо. Но на Тали Хо были сделаны другие, а вот эти остались в архиве в виде эскизов. Blue Crown использовала их и взяла к себе вот как бы на вооружение. Ну что же, открываем нашу колоду. Здесь вот на язычке ссылка на их сайт thebluecrown.com. И вот она, роскошная наша красавица, появляется. Друзья, это просто фантастическая колода. Это просто обалденная колода. Во-первых, при печати этой колоде была использована совершенно новая бумага и новое покрытие. Колода у меня синяя. Здесь есть даблбэк карта, которая еще... Ну, синяя-красная. Должен заметить, что красный цвет, он поинтересней. Почему? Смотрите, в синем цвете просто нарисованы рисунки. На красном цвете прорисованы рисунки и добавлены вот эти вот тени по контуру. Это добавляет просто шика. Это просто вот... Возможно, камера это не передает, но вот когда держишь это в руках и видишь это, это просто офигенно. В общем, такая вот у нас рубашечка на колоде. Конечно же, у нас здесь есть рекламная карта, где изображен логотип The Blue Crown и, соответственно, ссылка на сайт оставлена. Да, ну и, конечно же, давайте посмотрим сами карты. Да, должен сказать, что дизайн лиц карт здесь совершенно другой. Дизайн лиц старших карт, я имею ввиду Вальтов, Королей и Дам, он взят из колоды Арко. До них мы сейчас с вами дойдем. Как обычно, давайте начнем с Джокеров. Джокеры изображены... Это у нас сделано в виде таких вот корон. То есть, корона, та же самая корона, которая на логотипе The Blue Crown. Ну, собственно, она изображена на Джокерах и никаких отличительных черт здесь я не вижу. Они абсолютно идентичные. Вот такие вот у нас Джокеры. Пиковый туз. Пиковый туз вот так вот интересно у нас прорисован на Blue Crown, да? То есть, с этими такими завитушками, загогульками, полосочки, черточки. В общем, очень стильно смотрится. На пиковом тузе также написано Crown Deck, то есть колода Корона и United States Playing Card Company. На рубашечке мы видим такие вот изображенцы, изображенцы красивые, да? Такие узорчики. Соответственно, две этих короны, корона, которая зеркалит себя, да? Как обычно на каяцах, на рубахах. Ну, такой вот круг. Там такие вот пиковые масти идут по кругу. Там бубновые, там потом опять снова пошли пиковые, бубновые. И такие внизу, с самой серединочки, там еще такие червовые и крестовые масти нарисованы. Вот такая вот у нас рубашка на Blue Crown. Итак, вот сейчас просто сижу, держу ее в руках и просто балдею. Блин, она настолько офигенная, эта колода. Итак, изображения индексов. Изображения индексов немножечко отличаются. Например, если мы возьмем стандартные, привычные нам всем индексы, да, к примеру, давайте на пятерке посмотрим, то мы увидим, что индексы немножечко прорисованы по-другому. Видите? Если это вот я из скулов смотрю, я вот такой вот индекс на Blue Crown. Тоже, когда что-то отличается от привычного, это как-то добавляет колорита. Вот такие вот индексы у нас. Немножечко отличаются от привычных нам стандартовских. Старшие карты. Старшие карты у нас примерно в том же стиле выполнены, но немножечко рисунки отличаются. То есть, вот так вот у нас выглядит валет. То есть, собственно, расцветки здесь такие же. То есть, синий, красный, желтый, белый, черный цвета. Но лица уже немного другие. И вот такие вот, например, дамы пик. То есть, к примеру, если я возьму даму пик классическую, из скулов, то видите, отличия прям очевидные. Вот такая у нас дама. Вот такой вот у нас суровый пиковый король. Бубновая масть интересно сделана. То есть, к примеру, смотрите, если мы сравним бубновую масть вот здесь, то есть, она такая как бы вдавленная получается, такие полосочки. А здесь они такие именно ровненькие. Здесь немножечко они вдавлены. Такая вот тоже разница интересная в бубновых мастях. Вот, собственно, сами карты. Валя Буби. Дама Буби. Король Буби. Король Крести. Дама Крести. Валюха Крести. Соответственно, так же у нас все. Видите, тузы. И червовые карты. Король. Дама. Валетик. И такие вот червовые масти. Тоже червовые масти сделаны так поинтересней. Ну, точнее, не то, чтобы поинтересней, а вот обратите внимание, как на классических картах, да, на скулах. И как здесь, вы поняли. Здесь такие, они какие-то более объемные. Такие здесь вот снизу потолще. Здесь они на сужение сразу идут. Вот такие вот у нас карты. Друзья, что хочу сказать по качеству карт. Качество карт, оно просто шикарное. Вот понимаете, вот даже я, когда держу карты и начинаю делать дрибл, я вот чувствую каждую карту, как она падает. То есть они настолько эластичные, настолько они обалденные, что вот просто нет слов. По своей эластичности они напоминают Bicycle Outlow. Кто-то говорит, что в Bicycle Outlow там то же самое качество материала. Нифига не то же самое. Все-таки они более эластичные по сравнению со стандартами, с теми же. И то же самое на Blue Crown. То есть вот отлистываешь даже когда. Вот они даже чувствуются по-другому. Когда ты вееришь карты, да, вот они даже если новые, то веер раскладывается просто идеально ровно. И вот я его сейчас держу без всякого напряга, да. Обычно, когда берешь, например, новый Bicycle Standard, разложил веер, и он прям норовит у тебя из рук там выскочить, да. Вот этого нету с Blue Crown. То есть просто держишь спокойно. Такое ощущение, как будто они уже притерты. То есть вот когда со стандартами, например, поработаешь, да, они чуть-чуть притрутся, и становится то, что надо. И вот то же самое в Blue Crown с самого начала. То есть вот прям то, что надо. То есть карты вообще обалденные. Раскладывается все хорошо. И веера, и ленточки, все хорошо получается. Так что, друзья, я вам очень-очень-очень рекомендую эту колоду. Обязательно, обязательно, если у вас нет дизайнерской колоды, да, и вы хотите купить себе, обязательно возьмите The Crown. Вот прям вы не пожалеете, я вам серьезно говорю. Колода очень клевая. Ну что же, вроде бы на этом как бы все. Все, вроде так-то все сказал, показал. Прям колоду даже неохота из рук выпускать, настолько она клевая. Вообще, поработать с ней прям одно удовольствие. Ну ладно, все, на сим буду заканчивать. С вами был Куликов Сергей. Кому интересна эта колода, конечно же, ссылки на покупку этих колод, на покупку этой колоды я оставлю в описании к ролику. И если хотите, пожалуйста, покупайте, друзья, я вас уверяю, не пожалеете. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!